Жители десятков российских городов записывают коллективные обращения, в которых выступают против QR-кодов, беззаконие, нарушение прав граждан. Неожиданно закончилось выступление жителей города Братска. После жителей видео решил записать мэр города Сергей Серебренников. В конце схода по команде началось скандирование «Фашизм не пройдет». Вот посмотрите. «Фашизм на нашей земле не пройдет! Фашизм не пройдет! Ура!» Хочу обратиться ко всем там присутствующим. Это вы кого фашистами назвали? Врачей, которые нас лечат и вакцинируют? Или тех, кто спасает людей в реанимации? Ну, возможно, называть фашистами и слишком жестко. Но как вы назовете врачей, которые отправляют прививаться людей с тяжелыми хроническими заболеваниями, которым нельзя ставить никакие прививки? «Кондукторов в транспорте, которые маски просят вас одеть, чтобы остановить распространение инфекции». А как насчет кондукторов, которые устраивают сегрегацию в автобусах, избиение пассажиров без масок? Тех кондукторов, которые возбуждают ненависть людей друг к другу? «Выйди отсюда! Пошла вон отсюда! Ответься!» «Снимай, снимай!» «Откань! Откань маску! Брати надо!» «Или ученых, которые одним из первых создали вакцину, чтобы спасать людей. И сегодня десятки стран мира у России закупают эту вакцину». А как насчет ученых, создателей вакцин, экспериментальных препаратов, не прошедших все этапы исследования, которые, нарушая законы, нормы и временные стандарты, торопятся уколоть миллионы? «Вы людей, спасающих жизнь, с фашистами сравнили? Как язык-то у вас повернулся?» А как насчет тех, кто равнодушен и черт к пациентам? Кто не спасает жизни, а игнорирует больных? И таких примеров сколько угодно. Вспомните Томск, где молодой человек лично проник в больницу и ухаживал за своей больной бабушкой. «А может это относится к правительству России, которое уже миллиарды отправило в регионы для спасения жизни людей, ввело дополнительные меры поддержки?» А вот к правительству и к вам, чиновникам, как раз можно применять самые жесткие слова. За принуждение к вакцинации, за бездумные, бездарные и чудовищные меры, которые уничтожают экономику, за ограничения и QR-коды, от которых нет никакого толку, за умалчивание правды, за вранье. И на каком основании те, кто вчера собрался, взяли на себя право обратиться к президенту России от имени всех нас, всех нас, братчан, от имени легендарного братска? Это право есть у депутатов всех уровней. Это право есть у меня, у мэра, как всенародно избранного. По какому праву народ открыл рот и говорит от имени людей, от имени города? Вы серьезно? А как же статья третьей Конституции, по которой единственным источником власти является многонациональный народ, а не депутаты и не мэр? Да, сейчас, наверное, кто-то скажет о свободе слова. Знаете, это правильно. Но там, где есть свобода, всегда есть определенные ограничения. Очень прошу вас, братчане, не поддавайтесь на провокации граждан с низкой социальной ответственностью. Я повторюсь, с низкой социальной ответственностью. А высокая социальная ответственность надо думать у чиновников, у единороссов, у халуев, которые перекрашиваются, переобуваются, которых каждый день ловят на вранье, жонглировании цифрами. Да что там, на коррупции, казнократстве и предательстве собственного народа. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!